Всем девайсов, с вами Ру Найт, и сегодня у меня на руках клавиатура Apple Maker P75. Цельнометаллическая алюминиевая клавиатура, альтернатива в UpRainy 75, причем за меньшую даже стоимость. Заинтриговал? Ну так что, пойдем тогда посмотрим на эту клавиатурку поближе. Поехали! Но сперва, как всегда, дань традиции, которую нужно соблюдать, распаковка. Так что давайте, дорогие подписчики, мы сперва посмотрим на распаковочку. Первым же делом, конечно же, инструкция. Кстати, она довольно-таки подробная, тут нам объясняют, как менять свитчи. Как пользоваться пулером и то, что нужно быть бережным с ножками от свитча. В общем, информативно. Саму клавиатуру убираем в сторону, потому что это не основное, что нам нужно в комплектации сейчас глянуть. А нужно вот эти две коробочки сверху. В одной из них находится просто кабель, а в другой все остальное. Что за кабель? Ну, обычный паракордовый кабель с позолоченными контактами. Здесь на самом деле ничего удивительного, есть только велкоролипучка и все. Сам кабель не особо податливый, поэтому он довольно-таки плохо гнется. А во второй коробке у нас запасные кейкапы. Точнее, не особо они и запасные. Это заместо тех акцентных, которые идут изначально. Это приятно, если я захочу сделать фулл-блэк клавиатуру, у меня уже есть кейкапы черного цвета, заместо розовых. Далее, три запасных свитча. Я выбирал зебра-версию. Ну и также, стоковый кейкап пулер, но немножко отличается. У него покрытие похоже на карбон. Следом, небольшой шестигранный ключ, потому что ты можешь разобрать эту клавиатуру с помощью этого ключа. Ну и на этом, с комплектацией покончено. Можно, пожалуй, переходить к самой клавиатуре. Она же упакована в транспортировочный салфановый пакетик, чтобы не поцарапать, не повредить, не запылить и так далее. Ну в общем, достаем. И сразу скажу же, я этой клавиатурой пользовался более месяца, поэтому она в довольно-таки уже замызганном состоянии. Итак, на задней стороне клавиатуры у нас логотип EPMaker. Про какие-то двойные или тройные четверные ножки можете забыть. Такого не будет в любых алюминиевых клавиатурах, потому что они просто сломаются. Мой вариант клавиатуры в черном дизайне с розовыми акцентными клавишами. Но есть и белая вариация клавиатуры, где акцентным цветом клавиш будет являться темно-синий. Сборка клавиатуры, ну камон, это же цельный кусок алюминия, его невозможно согнуть, да и к тому же он закреплен шестью винтами. Так что логично, что никаких хрустов или скручивания клавиатуры здесь не будет. На торцевой части у нас располагается место под донгл, тумблер переключения режимов и USB Type-C. Базовые вещи клавиатуры мы разобрали. Теперь давайте перейдем в углубленную тему с этой клавиатуры. Посмотрим, что за переключатели, стабилизаторы и тому далее. Давайте начнем с того, что я ее просто разберу. Да, посмотрим, что внутри этой клавиатуры. А для вас, под красивую музычку, ускорю этот процесс. Кстати, напишите, как у вас дела, не грустно ли вам этой осенью. Вот лично я по вам очень сильно соскучился. Снимаем апперкейс и смотрим, что никаких заусенцев или тому далее здесь нету. Потому что ЧПУ обработка у этой клавиатуры на высшем уровне. Заглядывая под плейт, мы видим две шумки. Одна более такая мягкая, а другая более плотная. Но их толщина настолько незначительная, что я не особо-то и уверен, что эта шумка здесь на что-то влияет. Строение клавиатуры у нас gasket mount. И причем, гаскеты довольно-таки мягкие. Фиксируются они на поликарбонатном плейте. Вследствие чего, мы получаем довольно-таки лютый флекс. Аккумулятор тут установлен на 4000 мАч. Как по мне, это достаточно мало, потому что в текущих реалях уже ставят от 5000 мАч. В чем была проблема рассверлить отверстие чуть больше и установить аккумулятор гораздо больше по количеству махов, я не знаю. Но по начинке, в принципе, все. Можно собирать клавиатуру обратно и переходить уже к более детальным вещам по поводу кейкапов и свитчей. А за удобство сборки и разборки данной клавиатуры я ставлю жирный плюс, потому что это гораздо удобнее, чем клавиатуры на защелках. Заглянув под пробел, где находятся стабилизаторы, попробовав их подвигать, я убедился, что они довольно-таки крепко сидят, они не шатаются и не люфтят. К тому же на них имеется заводская смазка, что является хорошим плюсом. Не отходя далеко, давайте послушаем, как звучит этот пробел. Не стоит переживать, это был всего лишь промо-саундтест, в конце ролика будет полноценный саундтест со спецификацией микрофона и клавиатуры. Насчет свитчей, версия зебры, как по мне показалось, что не всегда достаточно смазки в этих свитчах. Есть моменты, в которых некоторые свитчи иногда недосмазаны, но их полноценные характеристики ты все это время видел на экране. Кейкапы у нас ПБТ, принцип нанесения символики, дабл шот. Символы не подсвечиваются, для кого-то это бывает очень важно, в общем, знайте об этом. Клавиатура имеет кноп, крутилка, роллер, крутилка для звука, в общем, называйте, как ее хотите. Но в моем случае это кноп, и как я считаю, что этот кноп довольно-таки гладкий. Его очень тяжело зацепить, чтобы прокрутить, да и к тому же у него есть небольшая проблема. Когда ты на него надавливаешь и крутишь, он слегка задевает апперкейс клавиатуры, и тем самым получается неприятный звук. Говоря о цене, Apple Maker P75 на текущий момент стоит до 9000 рублей, когда VOOP Rainy 75 стоит от 13000 рублей. Кстати, не забывайте, сейчас идет распродажа на Алиэкспресс, поэтому если хотите приобрести Apple Maker или какую-то другую клавиатуру, переходите по ссылочке и заказывайте. Но вся боль немножко в другом. Эти обе клавиатуры стоят ровно по 100 долларов. И проблема в том, что в России и в Украине стоят почему-то дороже, так что вот такая вот у нас проблема. Софт же у данной клавиатуры это типичный браузерный софт, у которого дизайн довольно-таки минималистичный, но базовые функции этот софт выполняет. Но сейчас давайте немножко саунд-теста. Как по мне, это достаточно удачная клавиатура. По саунд-тесту ты понял, что у нее звук довольно-таки добротный. Но все-таки до VOOP Rainy 75 не дотягивает. Хотя и цена здесь гораздо ниже, чем у VOOP Rainy 75. Это и логично. Останется ли эта клавиатура моей основной? Да, почему нет? Мне нравится ей пользоваться. И за все это время она мне не доставила никаких неудобств. Да и звук у нее достаточно приятный. А вот то, что она тяжеленькая, это просто такой своеобразный кайф. Ну а тебе, дорогой друг, решать самому. С тобой был Ронайт. Спасибо за просмотр. А я не прощаюсь, а лишь чтобы делать контент дальше. Чао. Продолжение следует.